Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. И сегодня у нас в гостях первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислав Левочкин. Владислав Валерьевич, я вас приветствую. 2 октября утверждено постановление правительства Республики Саха-Якутия о мерах по реализации в 2017-2018 годах указа президента от 2012 года о концепции повышения зарплаты работникам учреждений бюджетного сектора экономики. Какого повышения ожидать работникам культуры? Постановлением утверждено повышение зарплаты по всем работникам бюджетной сферы. Это касается не только работников учреждений культуры, это также здравоохранение, образование, науки. И вот одно из самых значимых повышений зарплаты касается именно нашей отрасли работников культуры. И повышение будет происходить в несколько этапов. Я вот, разрешите, буду подглядывать, чтобы не ошибиться. С 1 января 2017 года повышение зарплаты работников персонала учреждений, посредственно связанных с оказанием госуслуг, произойдет на 50,6%. С 1 октября 2017 года на 4,8%. И с 1 января 2018 года на 20%. То есть общий объем повышений фактически составит 75%. Почти в два раза произойдет повышение средней зарплаты по отрасли культуры. А это коснется работников основного персонала или всех работников? Это коснется работников основного персонала. То есть персонал учреждений, который непосредственно связан с оказанием государственной услуги. Этим же постановлением закреплено, что с 1 января 2018 года прочие работники бюджетной сферы, куда относятся наши межотраслевые работники, у них будет повышение зарплаты на 4%. И в этом отношении нужно сказать, что в целом мы готовились к этому повышению. И в соответствии с дорожной картой была проведена очень большая работа по переводу работников учреждений культуры в основной персонал. Это в целом коснуло всей отрасли и достаточно успешно мы завершили эту работу. А коснется ли повышение зарплаты учителей детских школ, искусств, СУЗов, культуры? Да, действительно тоже коснется. Они выделены как отдельные категории. Педагогические работники организации дополнительного образования детей с 1 июля 2017 года на 19,7%, с 1 октября 2017 года на 4,9%. Преподаватели мастера производственного обучения среднего профессионального образования с 1 июля 2017 года на 16%, с 1 октября 2017 года на 4,8%, а также с 1 января 2018 года на 1,6%. И преподаватели, педагогические работники высшего образования, у нас есть высшая школа музыки в составе ведомственных учреждений культуры. Там тоже значительно повышение зарплаты с 1 октября 2017 года на 42,3% и с 1 января 2018 года на 19,2%. А означает ли это, что будет приток работников культуры в связи с таким повышением? Или вообще как с кадрами обстоят дела? Вообще у нас этот процесс по повышению заработной платы начался с 2013 года, когда были утверждены дорожные карты повышения заработной платы в бюджетной отрасли. И, конечно, сыграло свою роль то, что акцентировалось и на федеральном уровне. Значения у отрасли культуры проводились в федеральные годы культуры. И мы ощущаем уже сейчас то, что кадровая ситуация в отрасли, она значительно меняется в лучшую сторону. У нас действительно приходит очень много молодых работников, перспективных, которые имеют соответствующее высшее образование. У нас меняется также состав половой в отрасли. У нас много мужчин приходит. Это тоже оздоравливающее влияет. И это необходимая составляющая, чтобы любая отрасль развивалась, жила. И внедрялись какие-то новые перспективные идеи, появлялись новые работы. И в целом деятельность велась активнее, наиболее качественно отражая те запросы, которые есть у нашего общества. А как охотно в районные республики едут молодые специалисты? Молодые специалисты, ну, конечно, есть сложности. Но, тем не менее, муниципалитеты в последнее время достаточно активно обращают на это внимание. И у нас проводится ярмарка вакансий ежегодно. Есть даже такой опыт, что муниципалитеты создают особые условия для работников культуры. И такие есть направления, как обеспечение жильем. Есть даже такой проект интересный, который начал внедряться. Это строительство жилья молодыми работниками культуры, когда они сами себе строят. Им предоставляют стройматериалы, и они сами своими силами строят себе дома. Вот уже есть такое перспективное начинание. Как произойдет повышение зарплаты, которое должно было осуществляться с 1 января 2017 года? Будет ли это перерасчет? Да. Ну, вот поскольку постановление касается тех дат, которые уже прошли, конечно, до конца года, в 2017 году, должен произойти перерасчет по всем повышениям, которые касаются 2017 года. А с премиальными выплатами как? Ну, вообще предполагается, что мы будем направлять повышение заработной платы именно на повышение окладов. В первую очередь, то есть максимально с тем, чтобы увеличить оклады. У нас по предыдущим годам сложился опыт, который был изучен, именно увеличение стимулирующих выплат. Но есть свои негативные тенденции в этом отношении. Поэтому наши предложения Министерства культуры и духовного развития основываются на том, чтобы увеличить оклады. Допустим, существуют очень низкие оклады в нашей отрасли. Должности технических исполнителей и артистов вспомогательных составов, допустим, составляют 2556 рублей. И вот наше предложение увеличить оклады порядка 4-5 раз. И вот, допустим, по данным окладам, тогда повышение, если произойдет повышение таким порядком, то оклад будет составлять порядка 10224 рублей. Это, конечно, будет ощутимой разницей. А за счет каких средств будет происходить повышение? — Повышение заработной оплаты будет происходить через увеличение фондов оплаты труда учреждений, тех собственностей, которые являются государственными. И об этом сказано в постановлении. И для того, чтобы осуществить такое масштабное увеличение, которое потребует порядка в 2017 году только 1,489 миллионов дополнительно, в 2018 году еще 1,197 миллионов рублей. Если у нас сам бюджет отрасли, республиканское учреждение составляет 2,5 миллиарда, конечно, требуется и дополнительное бюджетное сигнование, и в соответствии с нашей проводимой работой была составлена дорожная карта, по которой требуются усилия со стороны самих учреждений. То есть это касается оптимизации неэффективных расходов и увеличения средств по приносящей доход деятельности, то есть небюджетная деятельность наших организаций. И по этим двум направлениям, конечно, есть резервы. Мы хотели бы, чтобы учреждения активнее проводили работу по внедрению эффективных контрактов. Если заработная плата в отрасли повышается, то, соответственно, должны повышаться требования к работникам. У нас, как и в других бюджетных отраслях, тоже есть явление, скажем, совмещения. Если совместители есть внешние, которые совмещают несколько работ, выполняя в разных организациях, от всего этого нужно, конечно, избавляться. То есть человек должен работать качественно, на результат, его деятельность должна оцениваться, и если она не соответствует определенным требованиям, нормативам, значит, нужно проводить работу с такими работниками. В целом повышение заработной платы имеет перед собой цель повышения качества оказания услуг в нашей отрасли. И это должны ощутить не только работники культуры, но и в целом вообще все наше общество, вся наша республика. А есть ли какая-то статистика, куда больше идут работать, в какую систему культуры? Я имею в виду музыкальные работники, может, музейные? Вы ведете такую статистику? У нас существует проблема нехватки подготовленных специалистов, к сожалению, особенно на муниципальном уровне. У нас не хватает специалистов, которые имеют соответствующее образование, особенно по направлению музейной деятельности, архивной деятельности. И, собственно, мало специалистов выпускается в соответствующей подготовке. А с чем это может быть связано? По вашему мнению, лично ваше мнение? Лично наше мнение? Ну, с тем, что вообще у нас, на самом деле, учреждения культуры, они имеют уровень подчинения поселенческий, да, и, соответственно, кадровые вопросы решаются на поселенческом уровне, не централизованно, да. В этом тоже есть такая большая объективная причина. И, ну, вот наша задача с тем, чтобы все-таки работали люди качественно, которые знают свое дело, которые подготовлены профессионально, которые могут, ну, вот, нести светлое, да, менять мышление наших людей, взращивать патриотические чувства в молодежи. Это те цели и задачи, которые должны стоять перед каждым учреждением культуры. А вот, в принципе, как отражается деятельность учреждений? Вот вы сейчас сказали о молодом поколении, да, то есть вот насколько это все показательно, вот видно ли, уважают ли у нас там историю, интересуются ли культурой наши молодежи? Ну, вот с 2012 года, когда начала реализовываться дорожная карта, мы проводим мониторинг по исполнению тех государственных муниципальных заданий, которые спускаются в учреждения культуры. И показатели наших учреждений, они растут по многим направлениям. Конечно, есть где-то перегрузка даже, ну, вот в количественном плане, да, лучше проводить меньше мероприятий, но качественно, с тем, чтобы они действительно были эффективными, с тем, чтобы они меняли и мышление людей, да, и меняли отношения, взаимоотношения людей, да. И, конечно, вот есть сложности с выявлением этих показателей, критерий, и один из основных критериев – это удовлетворенность населения к качествам оказания услуг. Я благодарю вас за конструктивную беседу, наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Повышение зарплаты – это всегда праздник, с чем я вас и поздравляю. Спасибо. Вот, а нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислав Левочкин. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе событий вместе с нами. Всего доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин